Театральный мир Москвы окунется в атмосферу Вишневого сада. Спустя 20 лет режиссер Лев Додин вновь обращается к чеховской пьесе, но в этот раз публику ждет совершенно новый спектакль. На генеральной репетиции побывала Галина Филоненко. Раневская говорит о Вишневом саде несколько патетично, принимая красивые позы, как звезда немого кино. Впрочем, тут же сама над собой посмеивается. Гаев зачем-то ищет подтверждение ее слов в энциклопедии. Даже здесь их сад упоминается. Ну как можно его вырубить? Купец Лопахин словно не замечает этой проникнутой любовью непрактичности. Снятые на кинопленку ряды деревьев в цвету оказываются лишь фоном для его бизнес-плана. Дать, дать, дать! Вы будете иметь самое малое! 25 тысяч доходов в год. Лев Додин второй раз возвращается к теме Вишневого сада. Впервые поставил эту пьесу еще 20 лет назад. Для меня много значила та первая работа. И поэтому я как-то не переставал ее анализировать, что вышло, что не вышло, что услышалось, что не услышалось. А во-вторых, Чехов, ну такой автор, которым очень часто, ну как это, небанально учить, поверяешь жизнь. Трагедия обитателей имения в этой трактовке Додина обретает новый смысл. К каждой личной драме примешивается неумолимо приближающаяся историческая катастрофа. Это не история личных взаимоотношений, да, конкретных людей. Волна истории, которая набегает на песок, а они все, в общем, песчинки. Они все находятся во власти течения времени и истории. Довую версию Вершневого сада Лев Додин перенес со сцены прямо в зрительный зал. Вот, например, бильярдный стол, а рядом садовая лестница. А здесь старинный кинопроектор. Немного странное ощущение. Между зрителями и актерами никакой дистанции. Собравшиеся в зале словно гости в имени Раневской. Участники Чеховской трагедии. В таком переносе действия свой подтекст. Герои пьесы слушают, но не слышат друг друга. Неразделенные театральными подмостками зрители и актеры по замыслу режиссера тоже начинают иначе разговаривать и воспринимать сказанное. Вот если бы были деньги, сто, вот хоть бы рублей сто, то ушла бы я подальше. Они не меняли пьесу, а как будто читали ее под увеличительным стеклом. Любовь Варии Лопахина в сегодняшней постановке на первом плане. Любовь обоюдная, но обреченная. Эти люди с двух миров никогда не могут быть вместе. Впрочем, фигура Лопахина, дельца-материалиста, у Додина совсем не столь однозначно. Мой веселый сад! Веселый сад мой! Это один из самых трагических персонажей в этой пьесе. Потому что все его поступки, вот эта его энергия уничтожения, она спровоцирована его травмой, чудовищной, страшной травмой психологической. Я купил имение, где мой отец и дед были рабами, где их не пускали даже на кухню. Мне кажется, что это получилась невероятная чеховская история по вкусу, по своей натуре, по своему внутреннему рисунку. Актеры специально ездили в Германию, чтобы несколько дней провести в настоящем вишневом саду. Вот он на пленке. Вдохнуть запах цветущих деревьев, познакомиться с людьми, которые ухаживают за ним из поколения в поколение. Раневская и Гаев попросят Лопахина только об одном. Взглянуть на это счастье на экране еще разочек. В ответ он небрежно вручит им пару железных коробок с кинопленкой. Белый экран спадет, как пелена. За ним стена и свежеспиленных деревьев. На ней проекция будущего героев. Время не пощадит никого.